Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Сегодняшнюю программу начнут цитаты из закона Республики Молдова о местном публичном управлении, номер 436, 28 января 2006 года. Итак, органы местного публичного управления первого уровня – это совокупность органов публичной власти, созданных и действующих на территории села, коммуны, города, муниципе для защиты интересов и решения проблем местных сообществ. Местные сообщества – это мы с вами, жители населенных пунктов. Иными словами, в законе говорится, что задача местной власти, муниципальной власти – защищать интересы своих граждан и решать их проблемы, а не наоборот, как это мы наблюдаем вот уже более 10 лет в главном городе страны – ее столице. И тем не менее, нет, нет и прорываются в повестку обсуждаемых столичными народными избранниками вопросов решения, направленные исключительно на улучшение жизни простых кишиневцев. Подтверждение тому заседание Монсовета столицы, которое прошло во вторник, 23 октября. Об этом и многом другом происходящем в нашей столице поговорим с муниципальным советником от партии социалистов Республики Молдова Александром Одинцовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, первый вопрос. Как прошло заседание муниципального совета, о котором я сейчас напомнил? На чем сконцентрировали работу вы и ваши коллеги, если можно так сказать, о тех муниципальных советников, чьи политические взгляды сильно разнятся с взглядами социалистов? Что на этот раз обсуждалось в муниципальном совете? Ну и походу дальше разберем, с какими инициативами ваша фракция сумела выйти кишиневцам. Вы знаете, я рекомендую, наверное, всем жителям города, муниципе, не только города, один раз потратить время и посмотреть заседание муниципального совета от начала до конца. Понятно, это немножко затрудительно в связи с тем, что заседание начинается в 9 часов и в прошлый раз окончилось оно ближе к 6 вечера с небольшим часом, где-то перерывом на обеденное время, на паузы. Но архив заседания у нас есть на нашем совете? Есть архив заседания, который любой гражданин может просмотреть. Я очень рекомендую для тех людей, кто интересуется развитием города, тем людям, которые действительно озаботились вопросом, а как же все происходит, вот какова реальная борьба за права жителей, за то, чтобы хотя бы чуть-чуть улучшить ситуацию и жизнеобеспечение жителей, как это действительно проходит. А также, уважаемым гражданам, жителям города, я рекомендую просмотреть заседание совета и понять, а кто и как голосует, за какие проекты кто голосует. За кого они голосовали в свое время сами жители. Да, за кого вы голосовали, потому что все партии, когда предвыборный период, все приходят, говорят, какие не белые пушистые, ну, таков уж предвыборный период, скажем так. Но, ребята, вы посмотрите, кто сейчас голосует и за какие проекты. Мы, фракция социалистов, я хочу напомнить избирателям и тем жителям республики, которые не знакомы ситуацией, допустим, с муниципальным советом Кишинева, мы находимся в оппозиции. Как на уровне республики у нас нет ни одного представительства в государственных органах, у нас есть 24 депутата в парламенте, и эти 24 депутата предлагают свои законопроекты по улучшению жизни граждан. Так мы в муниципальном совете, из 51 советника у нас 19 советников. У нас нет ни одного начальника управления, ни одного начальника дирекции, ни одного директора муниципального предприятия, у нас нет ничего. И вот с этими 19 советниками зубами мы выдираем социальные гарантии для детей, мы ругаемся, хитрим, да, приходится и так иногда поступать, скандалем, для того, чтобы социальные вопросы были утверждены, чтобы людям хотя бы чуть-чуть помочь из того, что может муниципальный бюджет. Я напомню, муниципальный бюджет это около 4 миллиардов леев. И вот заседание, которое было открыто 4 октября, мы предложили целый ряд социальных инициатив, для того, чтобы людям помочь, облегчить компенсации, получение материальной помощи, увеличение зарплат, создание некоторых социальных структур. К сожалению, наши коллеги из других фракций, они отказались включать наши проекты как приоритет в повестку дня. И мы вынуждены были вот практически месяц ждать, чтобы эта повестка, чтобы они напилили своих земельных вопросов. И в конце, вот два дня назад, в конце, на заседании, в самом конце были рассмотрены социальные инициативы партии социалистов, фракции социалистов в муниципальном совете, и часть из них была принята. — Существовал риск, что не поддержат? Ведь понятно, что должно было пройти голосование по этим вопросам. Ведь могло закончиться тем, что взяли бы, ушли, оказался бы совет без кворума. Но существовал риск, более того, даже не риск, мы получали в прямой угрозы такого рода, что просто другие фракции встали бы и ушли, и таким образом не обеспечив кворум, то есть кворума бы для продолжения заседания не было бы, и наши проекты, к сожалению, остались бы нерассмотренными. И вот если вы внимательно посмотрите, вот не обязательно даже смотреть все заседание совета, вот концовку именно социальные вопросы, заседание этого совета, так вы увидите о том, что когда начались социальные вопросы, целый ряд либералов, кто-то из ППЕ, даже из фракции «Наша партия» два человека встали и ушли, и у нас мы остались на грани отсутствия кворума, и после того, как либеральная партия устроила скандал и полностью вышла из зала, мы вынуждены были закрыть то заседание и открыть новое, которое было уже два дня назад. Прежде чем обсудим тему социальных проектов, вот такой вопрос. Тогда получается, что в приоритете муниципального совета? Какие именно темы они выставили в рабочей повестке этого заседания в качестве приоритетных тем? Над чем хотелось им больше работать, чем, например, над вот этими социальными проектами, которые значительно меняют жизнь кишиневца в лучшую сторону? Если вы откроете повестку дня, заседание совета, которое было открыто 4 октября, вы увидите, что в общей перечень вопросов составляет 240 вопросов, из которых где-то около 60 вопросов, это вопросов, ну скажем так, системного призыва касаемо предприятия, а также те социальные инициативы, которые мы приложили. И вот более 180, 160, 180 вопросов, это вопросы земельного характера, это приватизация земельных участков, сдача в аренду земельных участков, модификация границ или модификация проектов, решений, которые были приняты ранее, а под этим модификацией, если по-другому именовать, это именно есть такое скрытое название, не знаю, воровства или мошенничества, не знаю даже, как это назвать, потому что именно все ухищрения, все хитросплетения различных схем распилов укрываются за словом модификация, решение номер такого-то, приватизация земельных участков, а также зональные градостроительные планы. Вот, к сожалению, мы видим изменения градостроительных планов, изменения, к примеру, из одной зоны, которая не позволяет многоэтажное строительство, под зону, предполагающую многоэтажное строительство. И вот, к сожалению, в большинстве случаев этих зональных планов даже либо не были проведены публичные слушания, либо они были проведены формально. Во всяком случае, к примеру, я на многих из них не участвовал, потому что я просто не видел объявления. А сейчас мы видим, что нам указывают, что есть какой-то протокол от публичных слушаний, где было два человека. Разве это публичные слушания? И мы хотим обратить внимание жителей города на эти адреса, потому что именно по этим адресам после получения авторизации скоро возникнут опять скандалы, когда люди узнают, что у них на детской площадке, либо впритык, к примеру, как на скиносах, этот вопрос, слава богу, не нашел поддержки. Предполагали возле одноэтажных строений построить девятиэтажное здание, и сосед увидел бы строение, где ему кидали окурки в огород. К сожалению, так. Наши коллеги не озаботились социальными вопросами, не озаботились вопросами повышения жизненного уровня кишиневцев. Они озаботились, к сожалению, своим продолжением распилов. Мы по каждому вопросу земельному, мы имели претензию, мы голосовали за некоторые вопросы, мы приняли политическое решение. Мы поддерживаем вопросы, которые не имеют нарушения, а мы каждый вопрос проверяем, который относится к приватизации либо аренды физическим лицам. То есть, если у человека есть его частный дом, он имеет право приватизировать под своим частным домом. В 99% случаев здесь нет никаких проблем. Есть проблема плохой подготовки проектов решения. Ну, к примеру, мы сталкивались с тем, что кадастровый номер один, а адрес совсем другой. Ребят, ну как вы подготавливаете проект решения? Или, к примеру, проект решения предполагает, что Вася Сидоров приватизирует земельный участок под домом, который принадлежит ему. И когда я проверяю в базе кадастры, а мы проверяем и в базе кадастры, и по генплану, если там красная линия, есть какие-то планы и так далее, выясняется, что Вася Сидоров давно не является собственником этого здания, этого дома. Он продал, либо умер, либо оставил по наследству. И там Вася Пупкин уже, допустим, ну я условно говорю, является собственником этого дома. То есть, если мы разрешим умершему приватизировать земельный участок, это мы гарантированно создаем будущий гражданский конфликт в суде, чтобы новый собственник этого здания вынужден опротестовывать. Мы сами создаем себе проблему. Вот, к сожалению, по экономическим агентам мы приняли, и председатель нашей фракции излагал на пресс-конференции наше политическое видение, мы приняли декларацию. Мы отказались рассматривать эти вопросы до того момента, когда будет наведен порядок в регламентах, будет наведен порядок в нормальной подготовке проектов решений, когда администрация города будет хотя бы немножко учитывать интересы граждан и соблюдать законодательство. Тогда, возможно, мы будем поддерживать и проекты решений касаемо зональных планов. Это после того, как будет обновлен генеральный план. Что касается приватизации, аренды экономических агентов, только после наведения порядка. Ну, несмотря на то, что на нахождение в оппозиции завершение последнего заседания муниципального совета, мне кажется, ну, в общем-то, можно назвать одними самых эффективных для кишиневцев. Был принят целый пакет социальных инициатив партии социалистов. Вот если можно поподробнее, что удалось добиться благодаря этим инициативам, что кишиневцы получают в результате вот этого принятия этих решений? Уважаемые кишиневцы, я хочу, чтобы вы, во-первых, опять осознали саму суть процесса. Мы, фракция социалистов, находясь в оппозиции, у нас нет административных рычагов в премарии муниципе. Более того, каждый социальный проект, в котором мы выступаем с социальным предложением, мы вынуждены драться, мы вынуждены зубами вырывать вот эти бюджетные средства для того, чтобы улучшить жизнь граждан. К сожалению, не всегда это находит поддержку, однако сейчас ситуация в премарии, после того, как, слава богу, убрали этого человека, который называл себя мэром, господина Дарина, ситуация немножко поменялась. Сейчас руководители, мы по-разному относимся к тому, что происходит в премарии, со многим мы не согласны, в том числе и с ИО, который сейчас находится, вы все видели, как это все происходило. Мы со многим этим не согласны, считаю, что это должно быть выражение воли граждан, но тем не менее, ситуация немножко поменялась. И используя тем, что появилась середина, которая к либералам не совсем хочет примыкать, скажем так, мы используем эту ситуацию, где-то хитрим и пытаемся работать для граждан. Я хочу, чтобы вы услышали одну цифру. 890 миллионов леев – это социальные инициативы партии социалистов, фракции в муниципальном совете вот в этом бюджете. Эти средства, которые могли и раньше разместить помощь гражданам, но, к сожалению, при Дарине Киртуаке это было невозможно. Часть социальных гарантий, как компенсация по отоплению получалась раньше, в том числе и по нашему предложению. В 2015 год, 2016 год, когда был утвержден бюджет, тогда было полторы тысячи леев, кто получает не более полторы тысячи леев, получали компенсацию, получало очень ограниченное количество людей. Потом эту цифру мы увеличили до 2000. Вот в этом году мы увеличили цифру тех, кто будет получать компенсацию на отопление, если они получают доход свыше 3000 леев. То есть мы плафон увеличили до 3000 леев. Уважаемые друзья, это почти 42 тысячи граждан могут получать компенсации. Это те люди, которые получают 800 леев, 1000 леев, 1200, 1500 леев, пенсию, которые физически не могут никак, невозможно платить за отопление. И это просто спасение для многих, экономия времени, спасение и не дать распродать полностью все имущество. Хоть какая-то поддержка из того, что мы можем, это 42 тысячи могут получать. Но о вам, гражданам, я хочу сказать, необходимо тоже немножко шевелиться. Ну, к примеру, заявку на компенсацию. В прошлом году, исходя из того, что поздно были приняты заявки, к сожалению, люди вынуждены были оплачивать счета по стопроцентной стоимости, которые получали. И в феврале лишь был перерасчет. Необходимо заранее обращаться о компенсации в притуры, в ЖЭКе предоставать информацию для того, чтобы это было собрано в САБЕС и по многим программам, которые были приняты в поликлинике по протезированию. Я сейчас об этом скажу дальше. Необходимо заранее обращать для того, чтобы мы могли сделать перерасчет и люди оплачивали бы фактуру не 100%, а 60%. Чтобы они попали в категорию этих граждан. Чтобы они попали в категорию. Надо заранее принести документы. К сожалению, по многим вопросам мы не смогли убрать эту бюрократическую процедуру. Потому что где-то она действительно предусмотрена законом. Но это бред. То есть в компьютере, в принципе, у многих есть понятие, сколько человек получает пенсию. Но неужели в эпоху интернета, скоростного интернета, технологий нельзя запросить просто автоматически получать эту информацию для того, чтобы бабушка или дедушка, которым под 70-80 лет, не бегали за какими-то бумажками для того, чтобы хотя бы он чуть-чуть мог прожить лучше. Ну, к сожалению, пока это не получилось. Я надеюсь, что в ближайшее время будет сделано. Ну, я хочу, наверное, сначала рассказать о благоустройствах. Вот из этих цифр 890 миллионов лев, это нам цифра с трудом далась. Приходилось, повторюсь, зубами вырывать эту помощь для граждан. Ну, мы сейчас видим по городу открытие детских площадок. Уважаемые граждане, вот 40... Замечательное дело, хочу сказать. Я как отец маленького ребенка, я наблюдаю картину, когда вот во дворе дома, где такая... Я прошу прощения, что я перебил. Хочу просто поделиться эмоциональным таким наблюдением. Практически круглосуточное дежурство. То есть с утра уже приходит смена родителей с маленькими детьми. Они обустраиваются. Там же и бывает, что у них и второй, и третий завтрак, и качели. То есть эксплуатация площадки идет... Настолько востребована, что она происходит практически все дневное время. Вечером там, да, там я наблюдаю... Ну, сидят молодые люди, очень тоже комфортно, так сказать, наблюдают за тем, что в будущем, где они будут тоже гулять со своими детьми. Но настолько востребовано оказалось именно появление этих детских площадок, я видел очень большое количество благодарных кишиневцев, где они теперь знают, где они будут проводить время с растущим своим будущим. Вы знаете, я как отец, который ждет уже третьего ребенка, я очень рад. Мои супруги есть возможность с детьми. Я, к сожалению, очень поздно прихожу с работы, не всегда получается с детьми гулять на детских площадках, в том числе и в том микрорайоне, где я проживаю, неподалеку была открыта одна детская площадка. Впервые за долгое время в Кишиневе есть такая программа установки более 170 детских площадок. 42 из них были установлены ранее весной. Вот сейчас в это время было установлено, вот осенью, было установлено 21 площадки. Должно быть всего еще около 100 детских площадок еще должно быть установлено. К сожалению, они вот до осени должны были все установлены. Но я хочу понять, чтобы зрители поняли, у нас нет административных рычагов. Не мы проводим тендера, не мы выбираем экономического агента. То есть это все ответственность идет управлением ЖКХ, примарии, которая, к сожалению, где-то запоздала, где-то технические условия тендера провела неправильно. В итоге это все запаздывается и не вовремя выполняется. Денежные средства были предусмотрены заранее в бюджете 2018 года. Это можно было сделать, но просто вот из-за безалаберности руководителей многих управлений, дирекций, в каких-то скрытых неинтересах, потому что экономический агент проиграл, он подает в суд на протестование этого тендера, потом этот тендер отменяется, проводится 20 тендеров и так далее. Но вот слава богу, вот 42 были установлены в начале года, еще около 20 сейчас установили, 22, по-моему, сегодня еще одно было открытие, и еще около 100 должно быть установлено практически в каждом микрорайоне города. Я хочу нашим критикам или оппонентам сказать следующее. Детские площадки, кстати, будет установлено еще 70 фитнес-центров. Это не тренажеры, которые мы видим по городу, это система воркаут, так называемого, уличной физкультуры для тех, кто занимается на турниках, на брусьях, там есть будет небольшой канат, где можно заниматься молодым ребятам среднего возраста и так далее, заниматься спортом. Вот около 70 таких площадок спортивных воркаут будет также установлено практически во всех микрорайонах города. Каким образом определяются адреса? Не мы, не Вася Пупкин, не президент и так далее определил эти адреса. Адреса мы определили на основании обращений к нам, муниципальным советникам. Но обращений их очень много, денег мало. И для того, чтобы определить, скажем так, приоритетность, мы проводили собрания во дворах. Потому что, к сожалению, есть несколько диких случаев, скажем так, когда на установленной детской площадке люди, скажем так, или с больной психикой, или тем, кому не нравится детский шум, к сожалению, обмазали солидовым. Ну, это, к сожалению, это все зависит от какой-то одной-двух личности, проживающей в этом доме. Но в целом, естественно, люди рады. Или, к примеру, на Христоботево 5-2 мы собирались установить детскую площадку, вышли две бабули, говорят, здесь площадки не будет. Мы не хотим вот крик, шум, гам и так далее. Мы вынуждены были переместить детскую площадку в соседний двор, так, чтобы мамы с этого двора могли также ходить в соседний двор. Но что я увидел слезы этих мам? Говорят, ну как же, мы вымаливали, мы столько подписей собрали. Ну, что сделать экономический агент, если бабушки перекрыли дорогу трактору? Вот все адреса, это проводится собрание, согласуются с жильцами. Перед этим расклеивается объявление, чтобы все жители знали о проведении встречи. Когда утрясены все формальности или жители говорят, давайте вот не здесь, а переместите на 5 метров, допустим, там под тень дерева детскую площадку. Мы с учетом этого уже давали, обращались в притуру. Притура давала, притура дает планам плосаря, то есть размещение, план размещения детской площадки. Экономический агент на основании этого плана размещения уже выполняет работы по благоустройству, но и мы открываем, стараемся сделать небольшой праздник уже, за свой счет покупаем шарики, конфетки, детям, чтобы было приятно. Сейчас мы буквально сегодня начали установку другой нашей программы фракции социалистов, инициированной нами. Это по всему городу будет установлено 600 скамеек. Это также немаловажно, потому что есть детская площадка, на ней есть как бы такой бордюрчик, заборчик, на котором можно сидеть, специально вот так размещен. Но если для пожилых людей или просто людям отдохнуть по всему городу, опять же на основании обращений жителей 600 скамеек будет установлено. А сейчас мы, вы видели, в каждом районе города происходит благоустройство, ремонтируют асфальт. То есть это, как правило, территории, внутридомовые территории. 70 адресов. Казалось бы, безотешно забытые. Совершенно верно. Очень многие адреса, ну просто, там можно и ноги поломать, и ходовую поломать у машины, кто заезжает. Ну, каблуки постоянно ломаются, наших милых женщин. Вот 70 адресов. Был проведен либо ремонт работ, либо действительно уложен полностью асфальт. Ну вот я, как житель телецентра, к примеру, улица Академическая, мы настояли, чтобы был не ямочный ремонт, а полностью был уложен асфальт. Это улица Осаки до улицы Друмул-Виллур, пересекая улицу Ханческая. Академическая полностью обновлена. Ну, остались вопросы освещения и пешеходных, покраски пешеходной зебры. Там РОС-15. Вот сейчас на Флориллур 26, дроп-2, 26, дроп-1 новый асфальт. На Заднепру был в районе дома 7 и в районе домов, по-моему, 15. То есть более 70 адресов, где вы, уважаемые жители, видите укладку нового асфальта внутри домовых территорий. Это программа фракции социалистов. Опять же, это не так. Мы, вот знаете, там, как меня обвинили, а там проживает Одинцов. Я вам хочу сказать, там, где проживает Одинцов, асфальт не был уложен. Была сделана лестница. Там, где я проживаю, была уложена, лестница сделана была фактически за мой счет. Плюс мы несколько жителей скинулись. То есть так. То есть ремонт производится не там, где проживают Одинцов, Иванов, Петров или Сидоров, а там, где жители обратились. Неважно, как это фракция социалистов. К нам обратились в данном случае. Мы, опять же, спросили жителей. Выявили самые худшие, к примеру. Самые проблемные участки. Да, самые проблемные участки, где действительно, что к нам обратились. Ну, там, был смешной случай, когда очень, скажем так, богато выглядящий молодой человек написал заявление. Я, когда выехал на место, я не увидел яму. Я ему позвонил, говорю, послушай, а где здесь яма? Вот. Он приехал на дорогом джипе, и я увидел трещину в асфальте. Он говорит, вот это вот нужно сделать. Ага, ну, понятно. Я говорю, а то, что в соседнем дворе ямы, где бабушки спотакаются об эти женщины, ломают каблуки, тебя не волнуют? Его волнуют. Ну, вот мы вынуждены выезжать по тем адресам, проводить встречи, и там, где действительно нужно, это все делается. Сейчас также была программа по освещению 110 улиц и отдельных адресов, в том числе микрорайонов внутри и внутри дворов, были также освещены люмтеком. Также на основании заявления жителей, где, ну, мы все знаем, неприятно ходить вечером, сейчас осень, с шести часов уже темно, поменяют время, будет с пяти часов уже темно. И вот многие дворы освещены. Да, плохо, да, может быть, не все светодиодное освещение останавливается, но, тем не менее, освещение было сделано нашим муниципальным предприятием Люмтех. Вот, два больших стадиона, которые тоже по нашей программе. Вот я вчера был проверял, еще одна программа, предложенная нашими коллегами на Академическое деятельность. Небольшой стадион, мультифункциональный делается. Правда, вопрос возник с покрытием, то есть там не резиновое прокрытие предусматривается, а искусственная трава, которая 2,6 мм, ну, она не... И травмы, эстетический вид есть, но травмы она не предупрещает. И вот мы сейчас, это значительно дороже, но вопрос с резиновым покрытием этих мультифункциональных стадионов, внутридворовых стадионов, и, кстати, достаточное количество по всему муниципе, вот мы, когда они, хотя бы часть из них мы сделаем, мы предполагаем проведение такого дворовых чемпионатов по волейболу, баскетболу, мини-футболу, это было бы приятно. В далекие времена, или, может быть, еще не так далекие, был когда-то чемпионат кожаный, кубок кожаный мяч, это как раз вот чемпионат дворовых футбольных команд, и наверняка многие звезды футбола начинали свою спортивную биографию именно вот с таких вот дворовых футбольных команд. Из благоустройства даров, для того, чтобы уже перейти к социальным вопросам из наших достижений, это мы сначала удивились, подумали, зачем это нужно, потом обсудили во фракции, поговорили с людьми, это установка беседок. Вот, как, с одной стороны, это уже вопрос социальной и социальной ответственности, гражданской ответственности жителей этого двора. Сохранить это необходимо. Сохранить и не устраивать в этих беседах пьянки, однако бывает, когда идет дождь, а мама с коляской, с ребенком, эти беседки будут со скамейками, но без стола внутри, мама с ребенком, с коляской, могла зайти внутрь и переждать дождь, и все равно ребенок дышит свежим воздухом. Поэтому часто пенсионерам нужно поиграть в шахматы, в домино. Я надеюсь, что будет все-таки сознательность, и, уважаемые граждане, следите за тем, чтобы то, что делается, не ломалось. Потому что ремонтировать, это нужно провести тендер, выявить экономического агента. Полгода или там 3-4 месяца необходимо для того, чтобы отремонтировать что-то. На постоянный ремонт всего того, что делается, к сожалению, средства не выделены. Ну и, в общем-то, надо не забывать, что это не просто чьи-то деньги, это деньги Кишинева, это деньги наши с вами. Это деньги Кишинева, которые нам получается делать. Ну, помимо того, что вы сказали, я так, насколько знаю, принято решение помочь, допустим, и семьям с тремя детьми, и есть решение, допустим, направленное для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями. Совершенно верно. Да, вот если можно и здесь тоже. Я как бы, то есть на те программы, я даже записал их на листочке, но я, так как я больше специализируюсь на вопросах земельных отношений и строительства, и мне достаточно большое время необходимо изучить эту повестку. У меня практически, вот я с собой, к сожалению, не взял, вот если показать на камеру, к тем вопросам, особенно касаемо пузом, приватизация под экономическим агентом, это 70-80 процентов, это ущербные вопросы с нарушениями, либо с дикими нарушениями, к сожалению, мы видим, что все остальные коллеги практически по всем вопросам, ну, я удивился даже, несмотря на эти нарушения, все равно голосовали. Там некоторые коллеги по некоторым вопросам воздерживались, однако мы видим, что голосование, вот знаете, вот такое вот распильное временная коалиция, она все-таки была создана, и вот, и коллеги с других фракций, даже с нашей партии, я удивился, когда они голосуют за некоторые вопросы, оказалось, что у них один вопрос, это... У них, да, наша партия, у них есть, был один свой личный вопрос, это вопрос земельного участка, где находится офис нашей партии, они поэтому поддержали некоторые проекты либералов, к сожалению, на их большую радость. Социальные проекты, ну, нам не удалось, к сожалению, вот, уважаемые учителя, недавно относительно был день учителя, мы предложили проект добавки 20% к зарплате учителям, сейчас учителя в среднем получают 3400, 3600, 3800, в зависимости от стажа, работы, категории, научной степени. Понятно, что это элита общества, это те люди, которые воспитывают в нас личность, действительно, то есть с древнейших времен учителя есть, и необходимо их поддержать, и труд у них тяжелый. Мы предложили 20% надбавки муниципальной к зарплате, это когда-то было, к сожалению, в 2012-м Киртака убрал эту, якобы исходя нагрузки на бюджет, вот, он не обращает внимания на то, что это жизненно важно для учителей. Вот наши коллеги, к сожалению, пока не поддержали этот проект, мы сейчас ведем стадию переговоров, наше руководство фракции. Я надеюсь, на следующем заседании этот проект, решение о 20% надбавке к зарплате все-таки будет поддержан. Но я хочу сказать следующее, мы выделили из социальной помощи 13 миллионов леев на предоставление единовременной социальной помощи пенсионерам, ветеранам, которые могут получить до 6000 леев единовременной материальной помощи. Это представьте себе, если человеку необходимо, допустим, либо компенсировать сразу, заплатить за коммунальные услуги, либо какой-то вопрос решить, 6000 человек может получить, и 4000 могут получить люди, у которых есть на причине инвалиды, либо дети-инвалиды, либо многодетные семьи, вот как единовременную, то есть один раз, единовременную материальную помощь до 4000 леев могут получить. Я уже говорил, еще один проект, который, к сожалению, не прошел, вот у нас правительство много говорит о помощи вот этого взрыва, который был на Московском проспекте, мы с вами это обсуждали, мы выделили 13 миллионов леев, 3 миллиона леев было на материальную разовую помощь семьям, у которых пострадали родственники, либо погибли родственники, также для закупки каких-то материалов и 10 миллионов на восстановление этого здания, вот мы предложили компенсировать за счет бюджета 40% отсчета на электричество, которое получают люди в домах с электрическими плитами, где нет газа, таких домов в Кишневе 112. Да, это есть нагрузка на бюджет, однако мы должны определиться, наши коллеги это не поддержали, надо определиться, что нам важнее, грамотно распоряжаться бюджетом, найти где-то сэкономить на каких-то статьях, либо создать риск для того, чтобы не дай бог погибли другие жители, повторение трагедии, не дай бог, я считаю, что необходимо эту социальную такую инициативу поддержать, и мы просим наших коллег все-таки отдуматься от своих распилов и других вопросов, 40% компенсации за счет это может спасти чью-то жизнь. Да, бюджет маленький, да, бюджет трещит, да, у нас есть дефицит, однако на то есть администрация, которая должна выполнять и справляться с дефицитом бюджета. Вот 13 миллионов, вот они были выделены, этот и 40% на, к сожалению, которые не приняли на компенсацию по электроэнергии. 40% мы подняли плафон, я уже сказал чуть раньше, с 2000 до 3000 леев на получение компенсации на отопление, то есть если поднять плафон, те, кто получает не более 3000 леев, опять же надо вовремя обращаться, 42 тысячи человек по этой категории сейчас могут получить компенсацию, это те социально уязвимые слои населения. Что касается учителей, мы выделили ранее 500 леев учителям помощи, к сожалению, правительство посчитало, что необходимо эту сумму обложить налогом и они не получают ровно 500 леев, они с этой суммы, также мы выделили 70 леев на транспортных компенсаций, на транспортные расходы для того, чтобы учитель мог добраться до места работы обратно, потому что до сих пор это за счет зарплаты. Наш вопрос, нам важно, чтобы наши дети были обучены грамотно, чтобы учитель не думал, как дойти пешком до своей работы, чтобы сэкономить пару рулей, потому что на транспорт также важно, когда человек получает небольшую зарплату, коммунальные большие, к сожалению, мы постарались, но она была обложена налогом. Мы прибавили 50% к зарплате нянькам, поварихам и техническому персоналу в детских садах. В этом году мы к этим 50% надбавки к зарплате, я вам хочу сказать, что сегодня также была новость, к сожалению, все-таки дефицит кадров остается. Представьте себе, нянька в детском саду, она получает зарплату 1200 леев, получала до сих пор, 1200 леев. Кто на такие деньги работает, будет на них прожить невозможно, а еще и работать за эти деньги. И представьте себе, то есть какого качества персонал будет приниматься на работу, который будет обслуживать наших детей с вами. Я не хочу никого убедить, но за 1200 леев, я думаю, что любой более-менее уважающий себя и компетентный человек, он найдет себя на работу получше, более высокооплачиваемо. Вот чтобы удержать людей, которые получили педагогическое образование, которые являются няньками, мы повысили им в прошлом году на 50%, в этом году 50%, плюс 500 леев материальная помощь, для того, чтобы они оставались. Понятно, что этого также недостаточно, но тем не менее надбавка есть. В этом году решение, которое было принято на этом заседании совета, мы социальным работникам и представителям культуры, у нас есть департамент культуры, мы повысили зарплату на, соответственно, на 30 и 40%. И работникам социальной сферы, которые являются по защитам детей, вот они на 30% также получили зарплату, и тут цифра 2500 человек, которые могут получать эту помощь. Молодым специалистам, это и учителя, и детские сады, и так далее, мы предоставили стипендию, скажем так, то есть материальную помощь в размере 1000 леев на компенсацию аренды квартиры. У нас в чем проблема? Городские, скажем так, у них больше возможности получить более высокооплачиваемую работу. И сельские жители, которые проживают на периферии, они часто приезжают сюда, но либо тратят большую сумму на переезд каждое утро туда-сюда. Я был удивлен, когда обнаружил, что в моем детском садике няньки из Саненского района ездят каждый день практически, либо вынуждены ночевать в детском саду все рабочие дни, и в пятницу вечером уезжают домой. То есть это ужас какой. На основании этого мы предложили 1000 леев давать на компенсацию. Возникли другие проблемы, что, к примеру, по закону мы не можем просто так, на тебе 1000 леев, иди сними себе комнату или квартиру. Где-то этого достаточно, где-то недостаточно, но тем не менее. Необходим договор аренды. То есть либо комнаты какой-то бабушки, либо квартиры. Но знаете, здесь законодательство требует, мы на уровне муниципальном не можем это убрать, и лучше заплатить 7% по доходному налогу по договору аренды за свой счет этой бабушки, бабушка не будет бегать, у которой вы снимаете комнату. Но вам не придется ездить в Анен или с Яловен, или с Водоловод, как многие приезжают. Вы можете проживать здесь, на выходные уже ездить домой. То есть это 1000 леев есть, и более 500 человек могут воспользоваться и пользуются уже вот этой услугой. Бюджетникам. Одна из других социальных программ, социальный проект решения, который мы уже утверждили, это 45 леев на питание. Это вроде бы казалось такой неважный вопрос, однако, когда люди вынуждены утром перекусить и кушать уже вечером, соответственно, это на качестве труда складывается. А так на обеде человек может потратить эти деньги на обед. Эти талоны можно реализовать в любом магазине, в любом кафе. Совершенно верно. То есть это может быть реализовано, и человек останется с питанием. Это как дополнительная материальная помощь. Нет необходимости готовить дома себе в термосочках что-то носить. То есть эти деньги могут быть также реализованы. Еще одна социальная инициатива – это оказание стоматологической медицинской помощи, в том числе протезирование. И плафон мы увеличили с 2000 леев до 3000 леев. Я имею в виду те, кто получает не более 3000 леев. Это категория ветераны, ветераны войны, ветераны труда, пенсионеры и также еще несколько социальных категорий, реабилитированные. Вот они могут обратиться в поликлинике. Поликлиника уже отправляет в СОБЕС, им предоставят пакет документов, которые необходимо предоставить, отправляет в СОБЕС запрос о том, что если это подходит человек под эту категорию. То есть целый ряд социальных инициатив, которые нам удалось все-таки со скандалом, с руганью, с матом-перематом, простите за выражение, но по-другому иногда не получается. Вот мы руками, зубами вырываем вот эти социальные гарантии, для того, чтобы хоть как-то облегчить жизнь людям. Ну, насколько я знаю, если уже завершить перечень всех этих инициатив, хотелось, чтобы кишиневцы тоже услышали. Я знаю, что вы добились и ежемесячных выплат для семей, в которых трое детей, например, посещающих детский садик. А, совершенно верно. Есть, нет. И, значит, протезирование, тут еще я знаю. У нас около 18 таких проектов. Я вот, знаете, во многих, так как я не я непосредственно занимаюсь вот этими социальными подготовками социальных проектов решения, это и помощь слабослышащим, и вопрос глазного протезирования, вопросов со зрением. То есть, также... Помощь даже больным диабетам. Да, помощь глюкометры, помощь больным диабетам. Это также помощь входит за счет муниципального совета. Те, у кого малоимущие семьи, у которых более трех детей ходят в детский садик, будут получать ежемесячно семьсот лей в качестве материальной помощи. Люди из социально уязвимых семей, у которых более трех детей будут получать денежные средства на молочное питание. То есть, молочное питание будет им фактически выходить бесплатно. То есть, вот эти вот все социальные инициативы, которые мы предусмотрены... А, мы... Одна из интересных таких социальных инициатив, и, действительно, многим людям может помочь, это... Приблизительно тысячу шестьсот человек вообще нуждается. У нас около тысячу шестьсот человек тяжело больных людей, которые лежат и которые нуждаются в медицинской помощи. Ни республиканский бюджет, ни социальный бюджет не может обеспечить постоянного присутствующего медицинского персонала, либо ассистента, который смог бы ухаживать за этим человеком. Это его надо в больницу направлять. Такой физической возможности не финансовой нет. Поэтому мы учредили следующую такую категорию работников, как социальный ассистент. То есть, если, ну, допустим, супруг, не дай бог, так сложилось, что он инвалид, он лежачий, его супруга, как правило, родственники вынуждены бросать работу для того, чтобы ухаживать за своим родственником. Так его супруга, она получает статус социального ассистента – раз. Она получает официальную зарплату – два. Ей идут стаж, ей идут все социальные выплаты и все социальные гарантии также идут. Вот под эту категорию мы выделили 900 вакантных мест. То есть, 900 человек могут подать пакеты документов и стать персональными ассистентами. То есть, ухаживая за своим родственником, супруг, неважно, кто это, за своими роднями могут получать денежные средства и официально числиться как трудоустроенные, то есть, получать стаж работы. Следующий момент – это мы сталкиваемся с большим количеством беспризорных, как на дорогах. Ну, мы видим «Националь», там целая… Да, это тоже одна из наших национальных трагедий. Это национальная трагедия, это дети, которые либо лишены родителей, либо родители бросили детей, либо пьющие, либо беспризорники, сироты, которые убегают из детских домов. К сожалению, вот сама система… У меня отец, он закончил как майор уголовного розыска, но начинал как инспектор поделом несовершеннолетних. Я, как никто, знакомый с… Что такое распределительный центр несовершеннолетних, что такое система инспекторов, по делам несовершеннолетних. То есть, раньше эта система была, она сейчас разрушена полностью. Более того, мы видим, к сожалению, в некоторых интернатах и в некоторых там были нехорошие скандалы, когда вот закрыли одного из директоров по очень нехорошим поводам, скажем так. Вот мы создали… У нас не было специализированного органа, который занимается беспризорниками. Вот ребята бегают, целые стаи этих ребят в национале ночуют, по люкам ночуют, подъездам, в наш Штефана 6. К нам обращались… Вот создан муниципальный орган, который будет заниматься… Туда даже будут наниматься профессионалы с педагогическим образованием. То есть, попытка воссоздания той хотя бы части той системы, которая раньше была, которая будет заниматься профессионально беспризорниками. Ну, это здорово, потому что мы, например, на нашем телеканале поднимали эту тему, за что были… То есть, сделали целый ряд репортажей на тему, как живут сегодня молдавские генералы песчаных карьер. И по требованию Министерства труда и социальной защиты были наказаны за это. Ну, вот, к сожалению… Какая действительность? Ну, вот, к сожалению… К сожалению, видите, у нас несовершенное законодательство. Однако этим вопросом нужно заниматься, потому что, на самом деле, это ужасно. Мы общались с ребятами. Ну, лично я профессионально этим не занимался, но мы разговаривали с несколькими ребятами. Наши коллеги вот по муниципальному совету, наша молодая гвардия этим занимается, оказывают регулярную помощь вот таким ребятам-беспризорникам. Ну, это представьте себе, когда девочка 10-12 лет, она вынуждена оказывать… Вот, я не знаю, вас, надеюсь, не на каждой этой эфире, но, тем не менее, сексуальные услуги для того, чтобы хоть как-то прожить. Естественно, среди этих ребят, к сожалению, распространена как наркомания, так и алкоголизм… То есть они формируются в таких условиях… То есть они формируются в таких условиях, где где-то согреться, где давай и так далее, и так далее. То есть и насилие, и ребята для того, чтобы выжить, вынуждены и грабить, и воровать. К сожалению, естественно, когда он вырастает, ему становится он совершеннолетним, у него определенный отпечаток на его сознание, на его характере, и с этим человеком сложно будет работать в будущем, когда он вырастет. Легче сейчас работать, помещать их в центры. Эти центры пока еще есть. Этим ребятам надо заниматься, предоставлять помощь, заниматься их образованием, для того, чтобы человек, когда вырастет, мог получать работу и сам зарабатывать. Не воровать, не предоставлять сексуальные услуги, а самим зарабатывать себе на жизнь и понять о том, чтобы интегрировать его, вот это модное слово, к сожалению, оно такое есть, интегрировать его в общество, чтобы он чувствовал себя частью этого общества. Востребованным человеком, а не отбросом. Совершенно верно. Сейчас, к сожалению, общество относится к ним действительно как к отбросам, как к беспризорнику, как к отбросам общества. Их презирают, их унижают, их насилуют, избивают. И они, соответственно, как волчата вынуждены огрызаться. Вот эта структура, она решением Совета, она сейчас создана. То есть мы приняли решение о ее создании. Она в ближайшее время будет создана, будет заниматься этими ребятами. Я надеюсь, что ребята пойдут по пути нормальному, интеграции в общество. А всех людей, конечно, прошу оказывать этим ребятам помощь. Эти ребята нуждаются в нас. Знаете, есть такая народная мудрость, так скажем. Спасешь одну жизнь, спасешь целый мир. В общем-то, наверное, в этих словах многое сказано. Спасибо вам за этот разговор. Я, конечно же, такой немножко, может быть, минорной ноте заканчиваем, потому что затронули тему, достаточно тонкую для каждого из нас, для людей, которые неравнодушны к судьбам столицы, к судьбам своих сограждан. И тем не менее, огромное спасибо вам за ту работу, что делается в муниципальном совете, что удалось наконец-то много решить из того, что казалось бы на поверхности и кто, в принципе, к решению этих проблем, в общем-то, и взывали кишиневцы, голосуя за своих народных избранников. И здорово, что уже что-то двигается. Надеемся, что в ближайшем будущем Кишинев бы ждет много интересных и важных проектов, много интересных и важных проектов, которые будут реализованы силами муниципальных советников. И, может быть, даже сдвинется вот этот айсберг, холодный айсберг души кишиневского чиновника, который поймет, для чего, в общем-то, его призвание. Вы знаете, я хочу сказать, ну, не насчет холодного айсберга души, а насчет вообще холодного айсберга. Вот одна из программ, которые мы готовим на будущее 2019 год. Кстати, бюджет 2019 год, я чувствую, будет большая драка за этот бюджет. К сожалению, наши коллеги поздно просыпаются. Но вот одна из программ, которые мы предполагаем, это массовая реабилитация жилья, ремонта крыш. Вот у нас огромное количество домов. Вот меня жители, вот я обращаюсь к начальнику управления ЖКХ, жители дома, восьми подъездный дом, дача 4, все 4 подъезда текут. По Зелинского несколько домов текут, Трандефиллор 15 текут, на Осаке несколько домов текут. К сожалению, решается вопрос только выдачей рубероида. Делайте сами, делайте, что хотите. Вот одна из программ, это массовый ремонт крыш, массовая замена коммуникаций в подвале. То есть, будь то водоснабженная, канализация. Это необходимо менять, потому что домам по 30, по 40, по 50 лет, и там за это время ничего не делалось, латка на латке стоит. Реабилитация дворов, вот мы будем продолжать. Ну, возникает вопрос теплоизоляции здания, однако это дорогое удовольствие. Как минимум будем заниматься остеклением подъездов, то есть, новые стеклопакеты для того, чтобы улучшить. И вопрос, который сейчас изучается моими коллегами с комиссией ЖКХ, это лифты. Вот есть серьезная программа по замене, у нас 2000 лифтов. Вот, уважаемые граждане, вот одна из программ, надеюсь, если коллеги, на основании обращения жителей, если коллеги из муниципального совета нас поддержат, мы можем менять до 100-200 лифтов в год, можем менять. Вот в этом году 18 лифтов. Всего было закуплено, несколько, вот я жителей с РОС-15 поздравляю, вот сейчас заканчивается установка двух пассажирского и грузового лифта, но их можно установить 100-200 лифтов надо, если не больше, для того, чтобы хотя бы там за пять лет поменять все лифты, чтобы они были новые. Ремонт крыш, ремонт коммуникации, те программы, которые мы инициируем, но опять же, это все происходит, к сожалению, с трудом, потому что наши коллеги из муниципального совета занимаются совсем другим вопросом. Уверен, что думающие и внимательные телезрители, они понимают, с чем это связано и, в общем-то, свой ответ. Я рекомендую смотреть, в том числе, на акченте, смотреть трансляцию муниципального совета, что спасибо вам большое за освещение этих событий, люди должны знать, кто и как голосует, это можно всегда проверить. Спасибо. Спасибо вам за сегодняшний эфир, будем с удовольствием вас приглашать и ждать нашей студии. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Городская среда», у нас в гостях был советник от партии социалистов Республики Молдова Александр Одинцов, следите за нашими эфирами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова